Пастор Аскарсел Пастор Аскарсел Пастор Аскарсел Пастор Аскарсел Будет пробуждение в Швеции, а также в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии. Они станут открытыми дверями в Россию. Кроме того, он начал показывать мне, что подобно Израилю, который провел в Вавилонском плену 70 лет, Россия также будет находиться в рабстве ровно в 70 лет. Все так и было. Пастор Аскарсел Пастор Аскарсел Пастор Аскарсел Пастор Аскарсел Пастор Аскарсел Пастор Аскарсел Бог, спасибо тебе, что ты дал мне это пророчество. Если бы ты не сказал мне его, то я бы не выстоял. И Господь говорит, я собираюсь начать финансировать очень мощную работу в России. Все, о чем я говорю, происходило еще в 80-х годах. Господь начал говорить со мной, и в конце 80-х я стал провозглашать его слово о том, что он решает вопрос о праве свободного выезда для русских евреев. В каком-то смысле он вел переговоры о том, чтобы для них появилась открытая дверь. Кроме того, решался вопрос о предоставлении такой же свободы христианам. Я увидел христиан, которые буквально находились за чем-то вроде колючей проволоки, и там же находились русские евреи. Господь сказал мне, что он ведет работу по их освобождению. Он также поведал мне, что все начнется с выезда 50 тысяч христиан, которые получат возможность уехать в США и другие страны и получить там должное лечение и заботу. Бог также пообещал, что немедленно будут выпущены 50 тысяч евреев. Господь говорил, что решает этот вопрос. Стена обязательно упадет. В общем, в 1989 году в журнале Shepard's Road, то есть посох пастыря, я опубликовал несколько пророчеств о падении стен. И в том же году пала берлинская стена. Кроме того, в 1989 году русские получили право на свободный выезд из своей страны. 1989 год был ключевой датой. Итак, Боб, к данному моменту, вспоминая обо всем, что Бог показал вам по поводу России, мы еще не дошли до того времени, когда было собрано пожертвование в 1 миллион долларов. Не могли бы вы рассказать нам об этом? Затем, в 1991 году, Господь вновь начал давать нам сильные пророчества о России. Это касалось и миллиона долларов. Это тысяча тысяч. Бог обещал дать это пожертвование для миссионерского служения в России. Итак, лидеры церкви здесь, в Канзас-Сити, попросили меня приехать и встретиться с одним человеком, которого я уже встречал однажды, очень давно. Это был Терри Ло. В общем, в Канзас-Сити мы решили, что данное пожертвование будет передано этому человеку. То есть Терри Ло? Да, это был Терри Ло. Терри Ло сказал, что может провести Библию в России. Стерны тогда только что упали, поэтому он мог провести Библию в России. Он также мог доставить туда кассеты, включая кассеты с прославлением. У него был свой канал, который позволял беспрепятственно делать все это. Он имел возможность поехать и напечатать русские Библии по самой низкой из существовавших тогда цен. Мы спросили его об этом, и он ответил, что без проблем сможет доставить их в Россию и распространить их. Итак, в 1991 году у нас была конференция в Канзас-Сити. Терри Ло приехал туда, и они решили, что настала пора испытать Господа, как мне кажется. То есть они решили собрать это пожертвование. И насколько я помню, это было на утреннем служении во вторник. Не помню точно, но там было примерно 4-5 тысяч человек. В общем, они собрали пожертвования. Это было худшее время для сбора пожертвований, однако было получено 1 миллион 400 тысяч долларов. Все деньги без исключения были переданы Терри Ло. Мы ничего не оставили у себя. Все отдали ему. Эти средства были израсходованы на изготовление Библии и кассет, а также на транспорт. Так что он распространил все это по территории бывшего Советского Союза. Почти тогда же появился еще один человек, которого мы стали поддерживать. Его звали Боб Уайнер. В то время Боб Уайнер поехал в Россию, и у него там было очень сильное служение. Он начал учить молодежь, а потом эта молодежь стала учить других людей. И тогда в России начали формироваться большие церкви. Обнер Боски и еще несколько человек поехали туда. Обнер хотел еще раз поехать в Израиль, но я сказал ему нет. Нет. Израиль находится в России. Тот Израиль, который ты сможешь привезти ко Христу, живет в России. Поэтому он с командой служителей поехал в Россию. На одном из их собраний 10 тысяч человек пришли к Господу, а на другом около 30 тысяч. Они провели там несколько очень мощных собраний в начале 90-х годов. Огромное число людей пришло к Богу. Итак, если вернуться к вашему введению об автобусе, о тысяче долларов и о человеке по имени Нойл Александр, кажется именно так его звали. Да, Господь дал ему тысячу долларов буквально через 2-3 дня после этого введения. Однако он точно не знал, почему получил эти деньги. В общем, он пожертвовал эту тысячу на миссии. Затем было собрано пожертвование в 1 миллион долларов? Всего было собрано 1 миллион 400 тысяч долларов, которые были переданы Терри Ло. Все эти деньги были использованы для служения в России. Я думаю, что это произошло через 6 месяцев после падения стен. Или несколько позднее. Появилась открытая дверь, а также возможность для прямого использования этих средств в целях благовестия. Кроме того, я сказал пророчество об Нарубоске и другим людям о том, что нужно проповедовать евреям в России, ибо именно там они будут спасаться. Итак, если они проявят верность в этом, пожертвуют эту тысячу, отдадут ее на служение? Да. А затем нужно было пожертвовать тот миллион 400 тысяч долларов, чтобы Бог вновь примножил их в тысячу раз и дал великий урожай в 1 миллиард спасенных людей? Да. И за каждый пожертвованный доллар Бог даст спасенную душу. Значит, получается 1 миллиард 400 миллионов человек. Изначально это было связано с суммой в 1 миллион 400 тысяч долларов. Это означало, что 1 миллион 400 тысяч русских почти сразу придут к Господу. Я бы сказал, что так и было. Остальные должны прийти вскоре после этого. Боб Уайнер и другие служители проводили там огромные евангелизации и видели множество спасенных людей. Это было только начало. Потом я начал слышать пророчества о том, что дверь в Россию скоро закроется. Они говорили, что правительство России вновь закроет страну и сделает так, что христиане больше не смогут приезжать туда. И так далее. Некоторые также говорили, что Красная Армия будет восстановлена. Что она выйдет из Москвы, нападет на другие страны и начнет Третью мировую войну. Я вновь и вновь слышал такие пророчества. Поэтому я не мог понять, как соотнести их с тем откровением, которое Господь дал мне по поводу 70 лет рабства. 70 лет плена. Он говорил, что народ России будет в рабстве 70 лет. Не могли бы вы поточнее объяснить нам, как Бог показал вам это? Показал ли вам Бог какую-то картину? Или уже он говорил с вашим духом? То есть, как конкретно Бог дал вам это откровение? Ну, это выглядело так, будто они находились в Вавилонском плену. Бог в течение нескольких лет показывал мне это через разные видения. Кроме того, в 88 или 89 году в Канзас-Сити проводилась одна конференция. На нее приехал человек по имени Джон Коннорс. Я верю, что Бог дал мне видение для Джона Коннорса, и я сказал ему, что он будет одним из ключевых людей для служения в России. Позже я узнал, что он приехал из Эстонии. Я сказал ему, что он вернется в Эстонию, и Бог даст ему лучшее здание во всей стране. В этом видении не все было понятно, так как сначала я увидел трехэтажное здание, которое Бог собирался дать ему. Затем я увидел пятиэтажное. Точно было видно, что оно стоит на берегу океана. У меня было еще одно видение. В нем Господь сказал мне, «Один человек, который живет в первом городе на юге от Лос-Анджелеса, позвонит тебе завтра, чтобы подтвердить все, что я скажу тебе». Я увидел ангела, генерала Красной Армии. Это был ангел, поставленный Богом над Россией. Он был вождем воинства Господня в России. Сам Господь стоял рядом с ним. Да, этот вождь воинства Господня, Божий ангел над Россией, был полностью красным. Буквально красным, как кровь. У него точно есть сила крови. Он был подобен крови и огню. Когда вы говорите об этом, вы имеете в виду кровь Иисуса Христа или кровь мученик, или же и то, и другое? Я почувствовал, что он был из огня и крови, крови Христа. То есть речь идет обо всей власти и силе крови Христа. Он имел силу крови. Мне показалось странным то, что когда я больше всего сомневался в его словах, Господь просто кивал головой, подтверждая его правоту. Сам Господь не говорил со мной. Он стоял рядом с этим ангелом. Этот ангел был очень сильным и могучим. Вам раньше доводилось видеть этого ангела? Нет. Я видел его впервые. Это было видение, сон, какое-то духовное переживание. Или же вы на самом деле там были? Я был там. Я часто думал об ангеле этой красной армии. Кем же он был? На самом деле я и раньше несколько раз видел больших ангелов. Я видел Гавриила три раза, а Михаила один раз. За всю свою жизнь. Был ли этот ангел подобен им по власти и силе? Да, он имел подобный уровень власти. Поэтому я думаю, что он является архангелом. Кстати, на самом деле есть семь архангелов, а не один. Я верю, что это архангел, поставленный Богом над Россией. Итак, этот ангел принес мне лист белой бумаги и сказал, «Ты бы хотел присоединиться к русской божьей армии». И я сказал, «Нет. Дело в том, что дверь в Россию скоро закроется». Ангел ответил, «Ты лжец». «Этот ангел». Затем я посмотрел на Господа, и он кивнул в подтверждение того, что до этого я верил в ложь. Я же сказал, «Да, но ведь Россия должна собрать сильную армию и напасть на южные страны». Ангел ответил, «Да, это так. Однако ты вообще заметил, что это за армия?» Я сказал, что это русская красная армия. А он ответил, «Да, но посмотри, позади них стоит красный крест. Они понесут этот крест на юг, к мусульманским народам, а затем в Европу. Кроме того, некоторые из величайших евангелистов мировой истории будут родом из России. В последние дни закроется дверь не в Россию, а дверь в США. И в конце времен Россия будет посылать евангелистов в Америку». Я же сказал, «Это полностью отличается от всего того, что я раньше слышал в пророчествах». Ангел сказал в ответ, «Многие американские пророки пророчествовали о патриотизме, а не об истине». Я спросил его, «А раньше, когда-нибудь были пророчества, подтверждающие это?» Он ответил, «Да, это было до 1910 года. Мы немедленно начнем посылать тебе литературу, которая говорит об этих пророчествах». Да, и одно из главных пророчеств, полученных мной, было сказано человеком по имени Хадсон Тейлор. Значит, ангел сказал вам, что пророчество Хадсона Тейлора является истиной? Нет, просто я сказал ему, что мне не верится в то, что он говорит. Дело в том, что если это на самом деле должно произойти, то тогда должны быть соответствующие подтверждения из прошлого. Он же сказал, что мне будут даны эти подтверждения. Он пообещал, что в следующие три месяца даст много откровений о том, что говорили истинные пророки. Одним из первых откровений было пророчество Хадсона Тейлора, письмо с которым я обнаружил у себя в почтовом ящике прямо на следующее утро. То есть вы имеете в виду, что когда этот ангел говорил с вами? Этот ангел сказал, что начнет посылать мне соответствующую литературу. Именно это я и получал в течение трех месяцев. А пророчество Хадсона Тейлора? Оно было самым первым. Насколько скоро вы получили это письмо после вашего разговора с ангелом в тот день? На следующий день. Для меня это истина. Что касается меня, я верю, что пророчество Хадсона Тейлора было истиной. Дело в том, что этот ангел сказал мне, что пришлет подтверждение, и прежде всего прислал мне это пророчество. На следующий день? Оно было у меня в почтовом ящике. Оно пришло в форме письма от какого-то человека. Было ли там объяснение, почему вам прислали это письмо? Это письмо было от одной женщины. И она просто написала, что ей было сказано послать мне его. И так все это было заранее предопределено и устроено. Другое письмо содержало пророчество, рассказанное русской женщиной, жившей в Израиле. Я позабыл ее имя. Она была какой-то матушкой. Она слышала, как один русский священник пророчествовал о том, что произойдет в России. Ее звали мать Барбара. И сестра Гвин Шо взяла у нее интервью до ее смерти. Сестра Шо написала об этом в своей книге «Свет придет из России». Отец Аристоколи рассказал матери Барбаре о событиях последних времен, упомянутых в его пророчествах. Сам епископ Аристоколи был русским священником-правидцем, или старцем. Он говорил с ней в 1918 году. Он сказал ей, что из России придет темное облако зла, которое принесет много страданий и смерти народам мира. Он сказал ей, что в конце концов Россия будет полностью возрождена. Это будет возрождением всего. Затем Божий свет распространится из России по всему миру, так как ее страдание будет самым великим. Все это также указывает на 70 лет. Это будет подобно Вавилонскому плену, в котором Россия пробудет 70 лет. Он закончится в 1989 году. Все началось со времен Первой мировой войны и закончилось через 70 лет, в 1989 году, когда стены рухнули. Я же сказал, что все это сильно отличается от всех пророческих слов, которые я когда-либо слышал. «Ангел ответил мне, эти пророчества не были истинными. Они были основаны на патриотизме. Они считали, что Россия развяжет войну. Третья мировая война действительно будет. Однако начнут ее некоторые южные мусульманские страны. Кроме того, перед этим придет одно из величайших пробуждений в истории, которое произойдет среди молодежи в России. Когда российская молодежь реально начнет использовать данные Богом дары, тогда уже ничто не сможет отвлечь ее от призвания, и она посвятит все свои силы и время распространению Евангелия. «Я сказал, что мне придется поразмышлять над этим». Ангел ответил. «Если это истина, если это пророчество истинно, то знай, что очень скоро в городе Оклахома-Сити произойдет трагедия. Там взорвется здание». Кроме того, когда тебе позвонит человек, живущий в первом городе на юге от Лос-Анджелеса, то ты должен дать ему пророческое слово. «Это для меня. Я хочу, чтобы ты сказал ему. Я участвую в этом. Это благословение от меня. Я поддерживаю это». Вечером, точное время я не помню, вернее на следующий вечер, мне позвонил один человек и сказал следующее. «Боб, меня зовут Джон Коннорс. Два года назад ты сказал мне пророческое слово о том, что я должен вернуться в Эстонию и что Господь даст мне там здание. Ты сказал, что это будет лучшее здание в Эстонии. Поэтому я вернулся туда. И знаешь, Боб, я заплатил за него три с половиной тысячи долларов. Я не знаю, почему была такая цена. У этого здания три этажа со стороны суши и пять этажей со стороны океана, как ты и говорил. Сейчас мы обучаем там служителей для работы в России. «Послушай, Боб, мне сейчас очень нужно пророческое слово. И раньше ты всегда помогал мне в этом. Два года назад ты сказал мне это пророчество, и оно было точным. Я сказал ему, «Ты живешь в первом городе на юге от Лос-Анджелеса?» Он говорит, «Да, это город Торренс». Тогда я сказал, «Я не совсем понимаю это, но Господь говорит, «Я участвую в этом. Я благословляю тебя. Это благословение. Это от меня. Все нормально». Вдруг стало очень тихо, и я как будто услышал два голоса на линии. Затем он сказал, «Около года назад у меня умерла жена. В течение года я жил как в аду. Не так давно, во время одной конференции в Далласе, я посмотрел на соседний ряд, и одна женщина, сидевшая там, повернулась и посмотрела на меня. Господь сказал мне, «Это твоя новая жена». Когда Господь сказал ему это, она подскочила, подбежала к нему и сказала, «Я твоя новая жена». Они решили, что сложно полагаться на такие откровения. Тогда Джон сказал, «Я знаю одного человека, и завтра я ему позвоню. Если это от Бога, то он не скажет». После этого произошел взрыв в городе Оклахома-Сити. Там взорвалось федеральное здание. Тогда я понял, что та армия из России, о которой говорил ангел, будет христианской красной армией. Эта армия пройдет по всему миру. Я знаю, что одно из основных откровений, а также основная причина, по которой эта русская божья армия обратилась ко мне, состоит в том, что нужно начать обучать людей использованию даров откровения. Как только они действительно получат откровения от Бога, их будет невозможно остановить. Когда Бог прикоснется к русской молодежи, они поймают его огонь. Эта армия – огненная армия. Тогда я понял, что та армия из России, о которой говорил ангел, будет христианской красной армией. Эта армия пройдет по всему миру. Я знаю, что одно из основных откровений, а также основная причина, по которой эта русская божья армия обратилась ко мне, состоит в том, что нужно начать обучать людей использованию даров откровений. Как только они действительно получат откровения от Бога, их будет невозможно остановить. Когда Бог прикоснется к русской молодежи, они поймают его огонь. Эта армия – огненная армия. Я знаю, что мафия и разное беззаконие сейчас имеют много власти в России. Они примут спасение. Все это существует там, так как большинство русских живет без надежды, в том числе и молодежь. Он также показал мне, что многие вещи в земле России и бывшего Советского Союза остались нетронутыми. Это касается полезных ископаемых, нефти, драгоценных компаний. Очень многое осталось нетронутым. Например, на Украине всем этим плохо распоряжались. Именно на Украине загорится первый огонь. Однако будет взрыв, и огонь разойдется по всем направлениям. Русская божья армия проводит набор своей ряды прямо сейчас. Это началось в 1989 году и продолжается до сих пор. И так я верю, что Бог последовательно работает над этим. Я также верю, что многие божьи дела отсюда будут передаваться в Россию. И Господь начнет прикасаться к российской молодежи. Именно поэтому Он поднимает армию молодежи. Почти везде, где я бываю, видно, что молодежь пробуждается. Худшее, что мы можем сделать в отношении божьей работы с молодежью, это смотреть только на внешнюю сторону. Настало время, чтобы русская божья армия собралась и приготовилась к бою. Для того, чтобы вдохновить их, нужно не так уж много. Просто нужно, чтобы в тебе был дух истины. Я видел, как они приходят, слышат одну истину Божью о себе и принимают ее. Да, они не сомневаются, как многие в США, где люди присыщены пророчествами. Я видел, что когда они приходят, нужно просто рассказать им одно слово или один пророческий сон, который Бог дал вам для них. Они сразу узнают истину и начинают действовать. Этот ангел, которого вы видели рядом с Господом, говорил вам что-то еще? Он сказал, «Я покажу это тебе, и я приведу к тебе нужных людей. Я намереваюсь собрать армию в России. Эта армия достигнет весь мир. Эти ученики достигнут каждый уголок земли». Итак, вам это сказал ангел, который стоял рядом с Иисусом? Он же назвал вас лжецом, когда вы заявили, что из России выйдет неправильная армия и сказал, что здесь замешана политика. Да, американские пророки пророчествовали о патриотизме. Они пророчествовали в наших интересах ради нашего блага. Однако Россия готовится к пробуждению. Все, что ангел сказал мне в качестве подтверждений, уже исполнилось. Вы можете точно сказать, когда вы видели того ангела, рядом с которым был Господь, то есть архангела, стоящего над Россией. Когда это было? Это было за несколько месяцев до взрыва в Оклахома-Сити, который произошел 19 апреля 1995 года. И этот взрыв был одним из подтверждений слов ангела? Да, он говорил о взрыве здания, и о звонке от Джона Коннорса на следующий день. Это стало для меня подтверждением. Многие церкви в то время не очень верили во все это. Однако я действительно видел ангела той армии. Я знаю, что Билл Линч и многие другие поехали в Россию в 1989 году. Многие начали служить там. Несколько недель назад, когда мы вместе обедали, вы упомянули о том, что также видели одного ангела, поставленного над Литвой. Да, над Латвией, Литвой, Финляндии и Эстонии. Вы можете рассказать мне об этом переживании? Этот ангел говорил со мной. И мне кажется, что однажды все эти страны имели очень близкие отношения. Над ними стоит один ангел. Это ангел, отвечающий за дверь. И он сказал, «Все определено. Поэтому я собираюсь вновь использовать этих людей, и они будут держать дверь в Россию открытой. Она будет открыта в обе стороны. Я также собираюсь пробудить тех, кто находится в Швеции. Поэтому я ожидаю увидеть в Швеции буквально нечто подобное восстанию против нечестивости. Я также верю, что вы скоро увидите своего рода восстание против нечестивости в Соединенных Штатах. Этот ангел, увиденный мной, по уровню власти, не был даже близок к ангелу Красной Армии». Итак, этот ангел, насколько я понял, был меньше ангела, поставленный над Россией. Это был ангел, поставленный над Литвой, Латвией, Эстонией и так далее. Он говорил с вами? Вы помните, что он сказал? «Он говорил, что собирается начать Божью работу там, и что в определенное время он соберет людей из тех мест, а также скажет им приготовиться и присоединиться к этой работе. Они будут частью армии. Их молодежь будет частью русской Божьей армии. Другими словами, они присоединятся к ней. И так, христиане Швеции и в этих четырех народах будут участвовать в том, что совершит эта русская армия. Это будет одним из самых мощных духовных движений. Это будет армия последних времен, которая завоюет один миллиард душ для Господа. Молодежь. Миллиард душ. Да, я видел эту русскую армию. Красную армию. Я увидел, как эта армия пошла к мусульманским народам. Они начали достигать мусульманскую молодежь. Они действительно имели откровение. Они знали, что делать. Кроме того, они ничего не боялись. Такое впечатление, что всю свою жизнь до этого они прожили в страхе. Однако больше у них не было страха. Их было бесчисленное множество. Величайшее пробуждение всех времен произойдет в России. Многое началось в 1989 году. 15 лет назад. Стены рухнули. Соединенные Штаты готовились к Третьей мировой войне с Россией. Однако Советский Союз был разрушен за один день. Мы, как народ, легкомысленно верили в ложь и трепетали от всякого страха. Несколько минут назад вы начали говорить, что слышали пророчества многих людей о том, что дверь в Россию должна закрыться. Именно об этом они пророчествовали. В 1989-90-х годах многие говорили, что нужно быстрее распространять Евангелие в России, потому что двери скоро закроются. Однако ангел сказал мне нечто противоположное. Дверь в Россию всегда будет открыта. Она открылась после 70 лет здравства. И она останется открытой? Да, она останется открытой. Что бы ни говорили, Россия будет открытой. Те, кто вспахивал духовную почву в России, работали с очень твердой землей. Однако рано или поздно там будет огромный урожай. Впервые он начал говорить со мной об этом, когда я поехал в город Виннипек в Канаде. Господь сказал, что Виннипек будет одним из мест, куда евреи смогут приехать после выезда из России. Они начнут приезжать в Виннипек. Затем он начал отправлять меня на северо-запад. Я начал говорить это Божье Слово людям в северо-западных церквях, от Калифорнии до Канады. Слово звучало так. Ваше основное призвание и направление служения в последние времена будут в том, чтобы готовиться и ехать в Россию. Итак, я говорил об этом повсюду. В Северной Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне и в Канаде. Теперь многие верующие оттуда регулярно служат в России. Как и Ваша команда, они ездят в разные места. Они постоянно сеют там Божьи семя. Я всегда говорил им, что их главное служение будет в том, чтобы в нужное время поехать туда и поднять там армию, христианскую армию. В настоящее время необходимо сеять там Божьи семена. Вы можете точно сказать, когда Вы видели того ангела, рядом с которым был Господь, то есть архангела, стоящего над Россией. Когда это было? Это было за несколько месяцев до взрыва в Оклахома-Сити, который произошел 19 апреля 1995 года. Когда Вы говорили о Литве и Эстонии, Вы упомянули того, кто открывает дверь. Да, есть такая дверь. Тот ангел просто является дверью в Божий замысел для России. Швеция также примет участие в его исполнении. Давал ли Вам Господь какие-либо откровения о том, когда все это произойдет? Например, сколько осталось времени до появления этой огромной армии? Мы живем в седьмом дне. Все начинается в седьмой день. Все уже началось. Все будет нарастать, пока не взорвется. Сын Давидов. 18 сентября 1991 года. Сейчас идет седьмой день. В этот день все и произойдет. Некоторые из этих вещей начались в первую половину 70-х годов. Шла определенная подготовка. Мне много было непонятно, так как я видел русских, видел Божий замысел для России. Однако многие говорили, что дверь обязательно закроется. Я уверен, что и Вы слышали такие пророчества. Иногда мы слышим подобную ложь, принимаем и запоминаем ее как истину. В общем, я считал некоторые из этих пророчеств истинными, хотя они таковыми не были. Некоторые из величайших евангелистов мировой истории будут родом из России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...